Здесь валет лежит, как живой. Вот Федос и его друг Тимофей. И вот оттуда катилась желтая коляска. Герой Караченцева думал, что там ребенок, он кинулся на спасение. Вот здесь, вот оттуда ехала скорая. Тимофей вот здесь вот лег на асфальт. Давайте узнаем, сколько стоит недвижимость в Гродно. И все три веры на одной линии. Вот это мне нравится. Это мгновенная депортация в Россию. Тут у них в Беларуси все с этим очень строго. Доброе утро у алмаза моего сердца. В эфире канал Три Билета. И это наше с вами путешествие в Гродно. День второй и, увы, заключительный. Сегодня снова гуляем по этому прекрасному белорусскому городу. А завтра я с утра уезжаю в Минск. Друзья, я позавтракал в своем отеле Славия. И вот что хочу сказать, не рекомендую. Ну, во-первых, девушка-официант запретила мне сесть на улицу. Хотя там есть прекрасные столики. Я так думаю, что ей просто было лень носить туда тарелки. Во-вторых, она общалась со мной, как будто делала мне одолжение. В-третьих, значит, это как в пионерском лагере. То есть никакого шведского стола. Вот то, что принесли, то и ешь. Принесли два блинчика. Вроде как с мясом, со сметаной. Сметана была точно. А вот мясо, я сомневаюсь. Там что-то внутри была какая-то субстанция вообще непонятная. Есть я не стал. Ну и каша, огурцы, помидоры и яичница. Плюс какой-то морсик и американо. Вот. Ну, в итоге я просто позавтракал яичницей с хлебом. Выпил кофе. Так что, друзья, если вы берете номер в отеле Славия, то берите его без завтраков. Потому что завтраки невкусные. Сейчас, как я и обещал, мы с вами пройдемся по местам съемок знаменитого легендарного фильма «Белые росы». Если я эти места, конечно, найду. Итак, 1984 год. «Белые росы» – просто хитяра от «Беларусьфильма». Лента рассказывает о том, как города пожирают деревни. И в эту историю вплетены человеческие судьбы. Я уже пометил себе на карте несколько точек, где, собственно, фильм снимался. Давайте пройдем к первой. Герой Караченцева поднимался вот из этого подвала. Потом он шел вот по этой стороне улицы. Сейчас здесь какой-то марун бар. Вот здесь шел Караченцев. И вот оттуда катилась желтая коляска. Герой Караченцева думал, что там ребенок. Он кинулся на спасение. Значит, оказалось, что там бутылки. Ты его кидаешься? Столько бутылок разбил! Ну и, конечно, вот видите, это место отмечено. Здесь поставлена коляска. В память о съемках. Почему-то не желтого цвета. Железная. Вот. И здесь написано, вот, пожалуйста, кинофильм «Белые росы» 83-й. Ну, снят он в 83-м, а вышел в прокат в 84-м году. А сейчас мы с вами пойдем на то место, где когда-то располагалась деревня Девятовка. Прототип деревни «Белые росы». Идти далековато, около часа. Но я прогуляюсь по городу. Уже не буду пользоваться ни такси, ни городским транспортом. Прогуляемся, посмотрим на Гродно. Наткнулся на еще одну памятную табличку. Сериал «Смерш» тут снимали. Не помню, смотрел я его или нет. Ничего у меня в памяти не всплывает. Но вот, во всяком случае, видите, вот на этой улице какой-то из эпизодов фильма снимали. Вообще, честно говоря, я хотел попасть на «Беларусьфильм». Благо, вот, завтра буду в Минске. Хотел посмотреть на павильоны, на музей «Беларусьфильма». Там сохранились многие костюмы. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю, завтра суббота. А по выходным они не работают. Написали, увы, извините, ничего у нас не получится. Ну, ладно, в следующий раз я думаю, что в Минске еще побываю. Поэтому обязательно схожу на «Беларусьфильм». Друзья, у нас же с вами не просто развлекательный контент. У нас с вами информационно-развлекательный контент, то есть инфотеймент. Поэтому вот вам немножко информации. Давайте узнаем, сколько стоит недвижимость в Гродно на примере конкретного дома. Смотрите, вот прям центрея не бывает. С окнами на площадь Советскую. Это улица Стефана или Стефана, не знаю, Батория. Дом номер 10. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит однокомнатная квартира. Для начала я нашел, почем здесь сдают квартиры на Стефана, Батория, 10. Вот четвертый этаж. Сутки 50 рублей белорусских. Получается, ну, примерно полторы тысячи рублей российских. Вот посуточно сдают. На четвертом этаже двухкомнатную. А вот и продажа получается. Однокомнатная, пятый этаж. Постройка 60-го года. 82, 83 тысячи белорусских рублей. Получается, где-то, наверное, 2,5 миллиона российских рублей. Ну, такой бабушкин вариант. Да? 28 тысяч долларов. Так, 32 квадратных метра. Живем мы раздельно. Значит, и квартиры нам дадут раздельно. Мапсми показывает, что идти до девятовки 46 минут. Ну, ничего страшного. Идти по такой погоде, по такому городу, одно удовольствие. Кстати, вот сегодня на улице Советской какая-то ярмарка происходит. Смотрите, кованые изделия продаются. Кошка вот такая. Ангел. А здесь вышиваночки. Здрасте. Можно я поснимаю? Конечно, да, можно. Так, 130 рублей вот такая вышиванка. Мужская. Женская, да? Женская. Вот мужские. Мужские по 100 рублей. 100-120. Ага. Разные. Вот это классно. Мы вода сделаем. Ясно. Я просто заказываю любую, какую вы захотите. Ну, тогда скажите, как, если что, к вам обратиться, можно куда-то позвонить или на сайте. Да, да, да. Вот Усевича Муховская, если через Инстаграм Анастасия. Вот, и в Одноклассниках есть. А вообще берут вышиванки? Да. Заказывают. А это туристы в основном берут или местные? И местные, и туристы, и организации заказывают по-разному. Ну, то есть и так, и так бывает. А это как каждый день здесь происходит ярмарка? Нет, это не каждый день, это на выходные. А, это мне повезло. На выходные вам просто повезло. И вот 3 июля у нас тоже День независимости, тоже будем мы здесь. Ну, хороших продаж вам. Спасибо большое. А здесь продают знаменитые белорусские доски. Подскажите, а вот сколько стоит вот такая, например? Из какого дерева она? Из клена. Из клена? Сколько стоит? 8 рублей. 8 рубликов. Раиса Федоровна, скажите, а какой самый лучший город Беларуси? Там, где я живу. Гродно. А я живу в город Гродно. 77 лет я здесь прожила. Расскажите, а чем он так хорош? Людьми. Людьми. Трудолюбивыми. Терпеливыми. И терпение все переберет. Скажите, а у вас какие самые любимые места в Гродно? Дело-то в том, что мне очень нравится центр. Мне очень нравится... Вот. Сюда, пройдите, пожалуйста. Фарный костел. Совершенно верно. Но, если вы перейдете, вот это мне очень нравится. Если вы перейдете в один скверик, по прямой, идете во второй скверик, там стоит обелиск, не памятник, там была церковь православная. Ее разрушили. И вот почему я так долго говорю то, что мне нравится. И вот, смотрите, одна линия. И дальше вы идете по одной и той же линии, и находится синагога. Это небесная красота, как и фарный костел. И все три веры на одной линии. Вот это мне нравится. Хороших вам продаж. Спасибо за интервью. Пожалуйста. Поздравляю вас. Спасибо. Смотрите друг на дружечку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, забыл похвастаться, три билета засветились на канале НТВ в программе «Главная дорога». Там они показывали какой-то материал про путешествие на автомобиле в Беларусь. И взяли три наших коротеньких-коротеньких эпизодика. Рады, что если подругать пуговицу, то исполнится любое желание? Да. Ехали. Сыринное поверье есть. Монумент мужества. А то все знаете. То на марках, то на открытках, то на календариках, то по телеку. Смотрите, музей кота. Такие милые вот эти слова белорусские. Все произошло по-честному. То есть, мне сначала написали, попросили разрешения. Прямо указали, какие моменты хотят, из каких роликов взять. Мы даже заключили с ними договор, что я не имею никаких претензий. А они при этом указывают ссылку на канал. Ну, приятно. Белорусы, конечно, молодцы. Я их очень уважаю. За то, что они чтят память предков, павших в Великой Отечественной войне. Не то, что некоторые. Здесь постоянно проходят всякие мероприятия. 22 июня был совсем недавно. Относительно фильма «Белые росы». Я вычитал, что изначально автор сценария хотел, чтобы все три брата были близнецами. Женись! Что? Прямо сейчас? Ага. Бесъемочная группа фильма даже вот озаботилась этим. Они обращались в какие-то общества близнецов. Нашли даже нужных людей. Но, увы, актеры из них были совершенно никакие. И решили отказаться от этой идеи. Переписать немножко сценарий. Ну и сняли тех, кого сняли. И, я думаю, не прогадали. Он больше на стенку разина похож, чем... На князя. Давай. Идти нам с вами еще 30 минут. Идем мы по улице Дзержинского. Здесь пошли уже такие спальные районы. Смотрите, советские, мне кажется, постройки еще. Давайте заглянем в типичный дворик Гродно. Как тут люди отдыхают. Вон, лавочки. Ну вот, кто-то сушит подушки. Здесь можно посидеть в теньке. На кресле. Кресло все в каких-то жуках. Вон, выращивают помидорки, пожалуйста, во дворе прям. Тут вот тоже целый приусадебный участок. Терешкова, дом 1, квартира 3. Красота. Вон за мной уже наблюдают. Здрасте. Эти новости здесь никогда не закончатся. А, твои повести нет, да напишутся. Струны рвутся клочьями. Стихи творятся странными. Накануне сезона цунами. А сейчас настало время нашей с вами любимой рубрики «Учим белорусский вместе с каналом Три Билета». Мне нужна ваша помощь. Я заблудился. Мне потребна ваша допомога. Я заблудился. А прямо сейчас мы с вами, как самые преданные фанаты фильма «Белые росы», должны неистово возликовать. Смотрите, какое я нашел культовое место. Здесь Фидос Мишке Киселю голову рубил. Лежать? Знаешь, что за это будет? Знаю. Посадят. Мне все равно, где помирать. Вот та самая трушная настоящая колода. Сохранилась. И вот тот самый колодец тоже сохранился. Ну, конечно, это никакой не колодец, а просто кольцо бетонное. Но бутафория киношная. Что ж поделать? А вот здесь когда-то стояли памятники Фидосу Ходосу и Тимофею, его другу. Но их перенесли в другое место. Я думаю, что найдем. И вот буквально через дорогу от колодца сделана вот такая композиция «Белые росы». Вот та самая колода. Здесь валет лежит, как живой. По-моему, из дерева сделано. Вот Фидос и его друг Тимофей. По-моему, деревяшки. Да? Да, из дерева сделано. Смотрите, вот даже потрескалось уже и сверху красочкой покрыли, чтобы не портилось дерево. Ну, не знаю, мне кажется, можно было бы как-то посерьезнее, что ли, подойти к такого рода памятнику. Ну, хорошо, хоть так сделали. Смотрите, окошечки, изба. Ты от своей злости раньше времени загнешься. Не надеюсь. Загнусь, конечно. Да. А тебе переживу. Да. Тут еще один колодец. Журавль. Все, можно опускать. Нет, не опускается. Тут кого-то мусора набросали. Ну, вот. Как? Напишите в комментариях, нравится вам такая композиция или нет. А вот на этом поле и стояла та самая девятолка. Или белые росы. Да, еще несколько лет назад здесь какие-то оставались домики. Я все хотел приехать, подснять, но, увы, не успел. Все снесли подчистую. И теперь здесь вроде как такого парка. Можно прогуливаться. Вот деревья посадили. Когда вырастут, будет хорошо. Олейки такие сделали. Ну, а могли бы домами застроить. Спасибо, что не застроили. А вот там, через дорогу Дзержинского 125, там находятся вот те самые дома, куда перевозили в фильме жителей деревни Белые росы. Ну, и, кстати, вот жители деревни Девятолка, настоящей деревни, повторили судьбу киношных персонажей. Тоже их переселили, куда-то расселили по этим высоткам. Давайте сейчас перейдем дорогу, сходим туда, найдем те самые дома из фильма. Ну, вот они, те самые новостройки из фильма, куда переехали жители деревни Белые росы. Тут вот, смотрите, необычные такие французские, назовем их так, балкончики. Это дом номер 123 по улице Дзержинского. Вот 125 дом. Все это можно в фильме увидеть. И вон тот, тоже раз, два, три, четыре, пять. Пятиэтажный домик тоже из фильма. Здесь скорая была? Ну, да, когда он перед ней там. Ну, да. Вот здесь, вот оттуда ехала скорая. Тимофей вот здесь вот лег на асфальт, чтобы его забрали врачи. Вот знаковое место, культовое. А вообще, многие сюда приходят, чтобы там поснимать, пофотографироваться? Или уже забывать стали? Ага. Я был там, да. А у вас собаку не Валетом зовут? Нет, нет. Привет. Привет, привет, привет. Ну, не злись, не злись. Не злись. Ну, ладно, все, не отвлекаю вас. В знаковом месте живете, в культовом? Да, погоди. Меня батя прибил цепочницы здесь на балконе. Они зеленые были. Пришел, ну, кто-то там, вид у нас по этому. По сценарию, это, говорит, еще не зилой дом. А он джебелями. Взяли доску, носили, ну, что-то. Прикрыли, да? Прикрыли. Ну, да, это же как новостройки, типа, были, что они из деревни приезжали. Да, да, да. Это было, то это, чтобы вот дома только было. А вы-то любите этот фильм? Почему? Конечно. Да, на каком дереве? А уже его нету. Ну, помнишь, он сидел на гнезде. Ладно, спасибо. Спасибо. Вот я и поставил очередную жирную галочку. Побывал на местах съемки «Белых роз», что задумал уже давно. Что-то как-то грустно стало. Хочется закончить тогда этот эпизод, наверное, словами Фидоса. Солнце, пошли нашим детям тепла и света. Согреешь. На земле нет жизни без тебя. Так, отставить грусть и тоску. Сейчас возвращаюсь обратно в отель, солью видосы со своего телефона. И нужно будет идти уже обедать. Есть хочу. И что-то, честно говоря, подустал. Пешком не пойду. Сейчас дойду до остановки. Там спрошу у людей, как мне доехать до центра. Поедем на троллейбусе или на автобусе. Не знаю, что тут ходит. Жду седьмой троллейбус. Его все нет и нет. И знаете, мой мир никогда больше не будет прежним. Знаете, как будет по-белорусски ежик? Вожик. Вожик. Зашел сейчас в троллейбус. У женщины спрашиваю, у какой-то пассажирки. Говорю, а как оплачивать проезд? Она говорит, ну, через мобильное приложение. Я говорю, нет возможности. Она говорит, тогда вот иди к водителю, купи талончик. 85 копеек. Я купил талончик, присел на свободное место. Женщина эта ко мне подходит и говорит, так талончик-то нужно прокомпостировать, дырочки сделать. Я говорю, а, Семен Семенович, а то к контролю попадетесь и все. А к контролю попадаться никак нельзя, потому что это мгновенная депортация в Россию. Тут у них в Белоруссии все с этим очень строго. Вот смотрите, друзья, какое-то заведение, ресторанчик Корчма называется, прямо вот на улице Советской. Салаты 10, 11, 17. Вот борщ с мясом 13, 50. Я, наверное, сейчас борща бы навернул. Пойдемте внутрь. Ну что ж, друзья, вот мне принесли салатик. Это салат из свежих овощей с кускусом, лимонной заправкой, с маринованным адыгейским сыром. 200 граммов 10 рублей 50 копеек. Выглядит просто замечательно. А это лидский квас, темненький, белорусы. Я вас люблю в том числе и за этот квас, очень вкусный. Ну вот я даже салатик не успел доесть, и уже на столе появилось главное украшение. Это борщ. Борщ называется с мясом, подается с краюхой бородинского хлеба, со шпиком. Ребята, по-моему, это шедевр кулинарного искусства. Лучшего борща не видел, скоро попробую. Может, я был просто голодный или действительно готовят вкусно, но было просто офигительно. Борщ, вот, рекомендую, карчма. Ресторанчик в самом конце улицы Советской. Друзья, чуть не забыл важная информация. Если вы покупаете туры через Травелату, то всегда можете получить скидку от канала Три Билета. Достаточно перейти по ссылочке, которая есть в описании к этому ролику. И все. Перейдете, выбираете тур и при оплате просто вводите промокод. Промокоды тоже в описании. Если, допустим, вы покупаете тур за 100 тысяч рублей, то скидка будет 2000. Мелочи приятно. Пользуйтесь. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там мы постим всякие фоточки из нашей жизни и делимся планами на будущее. И так Телеграм-канал тоже все в описании найдете. Что ж, это был канал Три Билета. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все читаем, практически на все отвечаем. Гродно, Республика Беларусь. Завтра в 5 часов утра встану, примерно в 6 копейками. Не помню, сейчас на скидку не скажу поезд до Минска. Полдня в Минске. И получается уже потом вечером лечу самолетом в Москву. Спасибо, что вы с нами. Это канал Три Билета. Продолжение следует. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит в розовый сабло облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви, и просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны, и я плачу. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит в розовый сабло облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви, и просто слушай, ничего мне не говори. Первое свидание последней весны, и я плачу.